Дорогие коллеги, для меня большая честь и большое удовольствие выступить первым докладом на этой первой конференции. Действительно, это святая правда. Михаил Петрович Кирпичников и я, мы подготовили этот доклад или лекцию, как угодно это можно назвать. По существу это обзор современного состояния, очень актуального вопроса. Дело в том, что если говорить сейчас о оптогенетике, об оптофармакологии и о возможности практического применения, клинического внедрения в клинику, то, судя по всему, именно протезирование дегенеративной сетчатки в офтальмологии, это будет первое применение, практическое применение оптогенетики в медицине. Это еще не случилось, этого еще не случилось, но, как говорится, вот-вот. В ближайшее время, судя по всему, в нескольких лабораториях активно идет работа в Америке, во Франции. У нас сейчас создан такой проект, и именно сетчатка, где свет прямо попадает через хрусталик, через зрачок в глаз, и где проблема дегенеративных заболеваний одна из острейших проблем, я и думаю, что здесь будет первый прорыв. Павел, дайте мне тот микрофон, а лучше. А то я боюсь. Итак, оптогенетика и перспективы протезирования дегенеративной сетчатки. Ну вот на этом слайде вы видите, что согласно ВОЗу, примерно 300 миллионов людей страдают нарушениями зрения. И к 50-му году, согласно ВОЗу, это удвоится. Дегенеративные заболевания сетчатки, в первую очередь возрастная макулярная дегенерация, это основная причина частичной или полной потери зрения. Замедление развития заболевания – это единственная возможность современной офтальмологии. Эффективных способов остановить дегенерацию в настоящее время не существует. Есть возможность как-то повлиять на так называемую влажную форму, но это следующая, более тяжёлая форма макулярной дегенерации. Однако на сухую форму, на первую стадию этого заболевания, реально лекарств нет. И что самое ужасное, что на последних стадиях дегенерации, когда происходит потеря зрительных клеток и наступает полная слепота, тут выхода вообще нет. Каковы на сегодняшний день стратегии восстановления зрительных функций дегенеративной сетчатки, то есть борьбы с полной слепотой? Ну, во-первых, это замена утраченных дегенерировавших фоторецепторных клеток новыми зрительными клетками. Это то, что сейчас называется регенеративная медицина, стволовые клетки и так далее, и я об этом говорить совсем не буду. Электронное протезирование сохранившихся нервных клеток, а именно ганглиозных клеток. Тут достигнуты довольно большие успехи, может быть, вы слышали, Аргус-2 есть такая система, в интернете можно найти массу информации по этому поводу. Электронное протезирование – это выход, но, к сожалению, есть масса ограничений, и самое ужасное, я об этом ещё скажу впереди, что имплантация в сетчатку вот этих устройств, электродов, оно не безразлична для самой сетчатки, и в конечном итоге возможны повреждения, дегенерации сетчатки от инородного тела вот этих самых электронов. Поэтому, по всей видимости, электронное протезирование, хотя оно достигло, я подчеркиваю, впечатляющих успехов, но вряд ли, как мне представляется, по крайней мере, это выход из положения. Теперь вот оптогенетическое протезирование сохранившихся нервных клеток, то, о чём я сегодня буду говорить. Значит, экзогенный апсин – это или микробиальный, или животный, как сейчас выяснилось, я покажу эти слайды, с эндогенным фотопереключателем, то есть собственным ретиналем, и здесь речь идёт о классической реакции, фотохимической реакции, фотоизомеризации ретиналя и запуска всего процесса. И вот в последнее время, и об этом будет речь идти на этой конференции тоже, это оптофармакологическое протезирование сохранившихся нервных клеток, когда есть эндогенный собственный ионный канал, и на него можно посадить фотохимическое активное вещество, экзогенный, так сказать, фотопереключатель, и всё та же реакция фотоизомеризации, запускает весь этот процесс. Я буду говорить в основном об оптогенетическом протезировании. Ну вот на этой картинке показано слева, это принцип оптогенетики, когда апсин, естественный апсин микробиальный или животный, в нём сидит ретиналь, ковалентно связанный с белком, происходит акт фотоизомеризации, и если это канал, он открывается, и в него входят или катионы, или анионы, хлор, или это насос, я об этом буду говорить, типа галлородопсина, и оптофармакология, это вот и другое направление, когда, как я сказал, естественный канал, и на нём сидит некое химическое соединение, которое потом открывает при действии света этот канал, и там, и там, особенно, как мне представляется, в оптофармакологии довольно много сложностей на этом пути, поскольку проблема токсичности, фототоксичности, и долговечности вот этого экзогенного фотопереключателя, это большая проблема сегодня, это большая проблема. Я показываю этот слайд для того, чтобы подчеркнуть ту простую мысль, что до 16-го года, это обзор очень в известном журнале, в 16-м году, оптогенетика как бы была экзотикой, и вот в этой обзоре, в этой статье впервые оптогенетика становится как бы частью вот всей стратегии генной терапии дегенеративных заболеваний осетчатки. То есть в этом смысле, наряду с ранней стадией, это генная терапия, наряду с блокированием гибели фоторецепторов, промежуточная стадия, оптогенетика на последних стадиях, когда произошла полная потеря зрительных клеток, вот тут оптогенетика становится, так сказать, законной частью всей стратегии генной терапии и дегенеративных заболеваний. То есть офтальмологи это приняли уже не как экзотику, а как существующий факт. Значит, какова основная идея? Основная идея более чем проста. Более чем проста. Ну, что в норме? В норме при действии света на молекулу радапсина возникает зрительный сигнал, он передается в первом синапсе биполярным горизонтальным клеткам, затем во втором синапсе он передается ганглиозным клеткам, и по аксонам ганглиозных клеток, это миллион двести тысяч аксонов сетчатки человека, поступает информация в мозг. Вот здесь, сейчас, на этом слайде, я хотел бы подчеркнуть ту общеизвестную и простую истину, что сетчатка это, по выражению Рамона Кахала 1901 года, сетчатка это часть мозга, помещенная в глаз. Поэтому в сетчатке на всех ее уровнях происходит сложнейшая обработка информации. Сложнейшая обработка информации, это живой биокомпьютер самого совершенного вида. И поэтому, когда речь идет о норме, то в мозг поступает сильно обработанный зрительный сигнал. И когда речь идет о протезировании дегенеративной сетчатки, то проблема обработки информации становится ключевой. Значит, в норме фоторецепторов биполяроганглиозная клетка мозг. Патология. Зрительных клеток нет, передачи информации нет, мозг никакой информации не поступает. Что я хотел бы подчеркнуть на этом слайде? Что патологии могут быть разные. Совершенно неважно в данной ситуации, какая форма дегенеративного заболевания. Возрастная макулярная дегенерация, диабетическая ретинопатия, пигментный ретинит. Я мог бы этот список продолжить. Это очень большой список нозологий дегенеративных заболеваний. Но в конечный итог, на самых поздних стадиях, это потери зрительных клеток. В чём суть протезирования? В том, что в оставшиеся, сохранившиеся, неповреждённые или частично повреждённые нервные клетки, биполярные или ганглиозные, можно вставить светочувствительный канал или насос. И таким образом при действии света эта клетка отвечает возбуждением, рождается зрительный сигнал. При этом я хотел бы подчеркнуть тоже ту простую мысль, что если мы протезируем биполярную клетку, тогда частично обработка информации ещё сохраняется. Если мы протезируем ганглиозную клетку, то никакой обработки информации в сетчатке нет, мы её лишаемся, и информация прямо идёт в мозг от ганглиозных клеток, так сказать, не обработанной на предыдущих уровнях сетчатки. Острейшая проблема, которая сейчас существует, это какие именно клетки могут быть на сегодняшний день протезированы. Это непростой вопрос. В сетчатке по крайней мере пять типов клеток. И в сетчатке существует, я об этом ещё скажу, как бы два пути обработки информации на включение света и на выключение света. То есть, это сложнейшая система, но мне сейчас нет времени и возможности об этом говорить. Поэтому я только хочу сказать, что на сегодняшний день реально можно протезировать остатки колбочек. То есть, на самом деле, на довольно ранних стадиях дегенеративного процесса исчезают наружные сегменты, но внутренний сегмент колбочек, остатки колбочек, они ещё сохраняются. Недолго, но сохраняются. Поэтому колбочки, в принципе, могут быть протезированы. Биполярные клетки. Их существует два типа, он и ов. Это два пути обработки информации. На сегодняшний день промотор есть только для он-клеток. Поэтому реально протезировать он-биполяры. И ганглиозные клетки, для которых есть промотор. И там проблема рецептивного поля, я об этом скажу позже. Но, во всяком случае, колбочки, он-биполяры, ганглиозные клетки. Вот реально те клетки, которые могли бы быть протезированы. Итак, колбочки. Значит, довольно долго, но довольно много работ по этому поводу, офтальмологических, ещё живут внутренние сегменты колбочек. Значит, если протезировать вот эти остатки колбочек, тогда весь процесс обработки информации в сетчатке сохраняется, что замечательно. Но, как я говорил, внутренние сегменты колбочек вскоре дегенерируют. Поэтому надёжность такого протезирования весьма мала. Биполярные клетки. Здесь процесс обработки информации частично сохраняется, что замечательно. Однако, опасность дегенерации биполярных клеток всё-таки существует. Хотя, многие лаборатории, вот, в частности, французская лаборатория в Париже, они нацелены на биполярные клетки. И это оправдано. И, наконец, ганглиозные клетки. Здесь процесс обработки информации вообще не сохраняется. Но это та же ситуация, что и при электронном протезировании. Потому что при электронном протезировании возбуждаются ганглиозные клетки. Зато опасность дегенерации ганглиозных клеток минимальна. То есть, наиболее надёжно, если говорить на сегодняшний день, было бы, на мой взгляд, протезировать ганглиозные клетки. Имея в виду, так сказать, держа в голове, что пластичность мозга настолько высока, изощрённа, что обработка информации в мозгу такова, что даже возбуждение ганглиозных клеток, это показывает электронное протезирование, всё-таки даёт возможность различать букву А и какие-то изображения. Поэтому такой бум в электронном протезировании. Итак, ганглиозные и биполярные клетки. Значит, ну, это классическая ситуация для оптогенетики современной. Что такое конструкт? То есть, что вводится в клетку? Вводится в клетку ген канала или насоса. На нём сидит специфический промоутер. Это большая проблема. И всё это в аденоассоциированном вирусе как носитель. Это вектор. Я потом ещё покажу слайд по этому поводу. Но вот это конструкт, который реально может быть использован и разрешён. Таким образом, что нужно для протезирования сегодня? Ген светочувствительного канала, он есть. Вирус, он есть. Это аденоассоциированный вирус, разрешённый в клинической практике. Специфический промоутер. Тут есть проблема. Тут есть проблема. И предпочтительно введение геносодержащего конструкта в глаз через стекловидное тело. И с точки зрения ганглиозных клеток это замечательно, потому что ганглиозные клетки как раз смотрят на стекловидное тело. Там есть свои проблемы с мембраной. Но, тем не менее, введение конструкта через стекловидное тело, как сказать, интервитериально, оно лучше, чем за сетчатку субретинальную. Хотя это тоже возможно. Теперь инструменты. Ну, тут буквально два слова, что история такова, что оптогенетик родилась, если так вот фигурально говорить, в 1876 году, когда Франц Боль, замечательный немецкий физиолог, открыл зрительный родопсин. Потом в 1971 году с Токениус Астерхельдер открыли бактериородопсин. И в 2000 году был использован родопсин одноклеточной водоросли, хламид и монады. А вот в 2002 году была сделана структура. И, собственно, вот это и есть ченалродопсин, канальный родопсин, который в одноклеточной водоросли. И тут я должен воздать должное профессору Литвину Феликсу Фёдоровичу Московского университета и его ученику и сотруднику Олегу Синищёкову, который ещё где-то, по-моему, в конце 70-х годов они впервые показали, исследуя фототаксис одноклеточной водоросли, что фототаксис в гледозелёной – это родопсин. И вот именно ген этого родопсина потом Нагель и потом Диссель-Рот использовали как инструмент для оптогенетики. Итак, какие инструменты, в принципе, существуют сегодня? Ну, оптофармакология, я уже сказал, это экзогенный фотопереключатель и собственный канал. И это оптофармакология. И такие работы ведутся, и об этом, я говорю, сегодня будет интереснее. Здесь, в Питере, этим занимаются Фирсов и Райзанцев. Ну, этот доклад будет, по-моему, сегодня. Ионные насосы, галородопсин. Значит, галородопсин, он замечательный, потому что это перенос хлора, это возможность тормозить клетку. Всё бы хорошо, но на один цикл при поглощении одного кванта переносится один хлор. Для мозга это ещё ничего, но для сетчатки это не годится, потому что слишком много света нужно для того, чтобы, так сказать, набрать достаточное количество хлора, и это уже выше порога фотоповреждения сетчатки. Поэтому галородопсин в первых работах был использован, но на самом деле, на мой взгляд, это достаточно бесперспективно. И, наконец, катионный, классический ченалородопсин, это катионный, и в последнее время, я об этом скажу, появились анионные канальные родопсины. Здесь я поставил восклицательный знак, поскольку это реальный инструмент. При этом я хочу подчеркнуть, что сейчас есть много работ, и биоинженеры достаточно, так сказать, изощрённо, чтобы сделать ченалородопсин гораздо более светочувствительным, чем исходный ченалородопсин 2. Можно двигать спектры куда угодно, в красную, в синюю, в зелёную область. То есть здесь есть что делать гены биоинженерии, чтобы иметь в руках хороший катионный канал. И, наконец, в самое последнее время, буквально в прошлом году, в конце позапрошлого года, появились работы, когда есть надежда, я поэтому поставил, с одной стороны, восклицательный знак, а с другой стороны, вопросительный знак, поскольку здесь ещё начать и кончить. Но на самом деле это было бы замечательно использовать собственный ретинально содержащий белок, меланопсин. Меланопсин – это ретинально содержащий белок в небольшой популяции гонглиозных клеток сетчатки, порядка 20%, и этот ретинально заведует вегетативными функциями. Это незрительный путь, это путь к гипотралимусу, к гипофизу. Меланопсин – он медленно работает, это вегетативная система. И, собственно, зрительный, классический зрительный родопсин. Ну вот я представлю несколько примеров конкретных этому. Галлородопсин – это уже довольно древняя работа с точки зрения оптогенетики современной, 2014 года, когда авторы посадили галлородопсин в сохранившийся остаток колбочек, трансгенной мыши с пигментной ретинитой, и при действии света, вот здесь я просто показываю этот пример, клетка гонглиозной отвечает импульсации, ОВ-клетка, наоборот, в ответ на свет тормозится, то есть вся обработка информации сохранилась в сетчатке, гонглиозные клетки отвечают так, как они должны отвечать, и все было бы замечательно, если бы сама колбочка, вот этот остаток колбочек, в конце концов, не погиб. Меланопсин. Меланопсин, он в основном в онбиполярах. Значит, чем хорош меланопсин? Значит, опасность иммунного ответа минимальна, это собственный белок. Он намного светочувствительнее канального и галлородопсина. Что безумно важно, будучи вже белок связывающим рецептором, он способен запустить пигментативный каскад и усилить сигнал, как это и есть в природе. Но, вот я выделил красным, слишком медленная кинетика ответа на свет. То есть это хорошо для вегетатики, но это нехорошо для распознавания нормального зрительного процесса. Хотя меланопсин очень привлекателен. Ну вот картинка уже работы 15-го года, это известная группа, когда они сделали такую химеру. Они взяли ретиналь, содержащий домен меланопсина, соединили его с медоботропным глютаматным рецептором и получили вот такую химеру. И эта химера очень хорошо работала. Вот, опять же, картинки из этой работы был полный джентльменский набор. Была электритинограмма восстановилась, восстановилась активность первичной зрительной коры и была, так сказать, нормальная, восстановилась поведенческая реакция избегания на свет. Вот только что, в 17-м году, появилась замечательная работа, это французская группа Далькара, когда взяли меланопсин человека, ген меланопсина человека и вставили вон биполярную клетку. Вот здесь я взял картинку из этой работы, где очень хорошо видно, вот помечены, вот они эти. Вот эти две биполярные клетки, в которые вставлен меланопсин. Значит, в этом случае есть субретинальная доставка, то есть за сетчатку является конструкт. Экспрессия идет в основном в биполярных клетках, хотя экспрессируется и горизонтальных, и мюллеровских, но не экспрессируется в ганглиозных клетках. Это очень хорошая работа на самом деле. И вот результат. Через 13 месяцев, больше, чем через год, восстановился зрачковый рефлекс. Это было очень красиво показано. Восстановилась электрическая ответ сетчатки из ритной коры. Вот я показываю справа эту картинку, импульсная активность зрительного нерва. Восстановилась поведенческая реакция избегания, и что им удалось создать ситуацию, значит, распознавание некого простого изображения. И вот восстановилась, вот я обвел красным овалом, восстановилась вот даже возможность распознавания какого-то изображения. То есть, в этом смысле ген меланопсина человека мог бы быть хорошим инструментом, и здесь работы будут, конечно, продолжены. Наконец, мечта – это зрительный родопсин. Значит, вот появились две работы в разных журналах, из разных лабораторий, буквально в разнице две недели или три недели публикации, совершенно независимые. Работы про одно и то же. А именно взяли ген человеческий родопсина, и в этом случае преимущество родопсина, так же как меланопсина, минимальный иммунный ответ, Ж-белок, связывающий рецептор, запускает каскад, быстрая, немедленная, а быстрая кинетика и высокая светочувствительность. Вот я по красным выделил, что светочувствительность на два порядка выше, чем канального родопсина. И потенциально способен обеспечить световую и темновую адаптацию. Вот некоторые картинки из этой работы. И я подчеркиваю, особенно обращая внимание на эту красную толстую трелку, что чувствительность родопсина по сравнению с ченнел родопсином на два порядка выше. Для сетчатки это то, что надо, потому что проблема повреждающего действия света – это важная и серьезная проблема для сетчатки. Галлиозные клетки. Значит, два пути обработки информации, как я говорил, он и офф. И это проблема рецептивного поля. Насчет классической физиологии зрения – это известно давно, это, так сказать, основы физиологии, нейрофизиологии сетчатки. Когда есть офф-центр и офф-периферия, или наоборот, офф-центр и офф-периферия. Вот галлиозные клетки имеют огромное рецептивное поле, и вот анионный канал должен быть вставлен, условно говоря, в дендриты, а катионный канал должен вставлен в тело клетки, тогда будет создан он-центр и офф-периферия. Или наоборот. Вот задача, которая стоит перед нами для протезирования галлиозных клеток. Надо воссоздать он-офф-рецептивное поле. Иначе стол и стул не увидишь, так сказать. Приметного зрения не будет. Вот это одни из первых работ. Это группа Пэна в Филадельфии. Очень сильная группа. Это вот работы 13-14 года. Они взяли Ченнел Родопсин классический, и они взяли Галл Родопсин. И они вставили оба этих белка, ну, гены экспрессировали белок, в ганглиозную клетку. В результате они получили ответ, то, что хотели. Получили в ответ на свет импульсацию он и Галл Родопсин офф. Но здесь что плохо? Галл Родопсин требует много света. И для сетчатки это неприемлемо. Тем не менее, я чуть забегаю вперед, вот эта группа Пэна добилась разрешения FDA на клинические испытания. Но FDA разрешила клинические испытания только для Ченнел Родопсина. То есть они в клинических испытаниях использовали только Ченнел Родопсин, без Галла Родопсина. Потому что Галл Родопсин, ну, так я думаю, логика FDA слишком много света требовала. Но тем не менее, факт тот, что только один Родопсин. Я покажу этот слайд чуть позже, но скажу сразу. Клинические испытания были разрешены в 2015 году, начались в 2016 году. Сейчас они не закончились. И вот было недавно сообщение, что они продолжены до 2019 года. Но тем не менее, они были разрешены. Теперь проблема новых инструментов. Значит, надо заменить Галл Родопсин на другой, а не он на канал, не на насос, а на канал. Значит, канальный Родопсин всё тот же. Ченнел Родопсин 2, только он может быть модифицирован, чтобы он был более светочувствительным. И это хлорофитовые водоросли, это то, что делал Синищоков, который сейчас, и Говорунова, а не сейчас, вот Бейла Колледжи, у Эбри в Америке. И вот они обнаружили из криптофитовых водорослей, это другие семейства водорослей, другой канал. Это оказался анионный канал, который переносит хлор. Причём он переносит хлор с высокой чувствительностью и достаточно быстро. Иными словами, анионные канальные Родопсины это на самом деле новое семейство светорегулируемых канальных Родопсинов. Высокая световая чувствительность и быстрая кинетика. Для сетчатки это то, что надо. Для мозга это хорошо, но в мозг может использоваться и галородопсин. Там нет этой проблемы повреждающего действия света на нейроны, а здесь она очень актуальна. И анионные канальные Родопсины это гиперполяризация мембраны, торможение и импульсной активности клетки. Вот то, что мы пытаемся сделать сегодня. Мы пытаемся взять ченнел Родопсин, взять вот такой анионный Родопсин и вставить его в ганглиозную клетку. Вот тогда можно воссоздать рецептивное поле. Он оффрецептивное поле. Вот эта картинка из работы, которая была нами опубликована. Вот Малышев об этом будет, я думаю, подробно рассказывать сегодня, по всей видимости. И в докладе Лады Петровской об этом будет тоже идти речь, о том, как практически это сделать. Но тем не менее, это вот очень хорошая картинка, когда видно, когда был вставлен вот этот новый анионный канальный Родопсин в ответ на действие света и импульсная активность нейрона абсолютно тормозится, при выключении света снова возобновляется. То есть это то, что нужно. И высокая чувствительность, и быстрая кинетика, и то, что нужно для сетчатки. Два слова, я заканчиваю уже, я близок, в крайней мере, к завершению. Это проблема, которая тоже очень актуальна для оптогенетики вообще, для сетчатки в частности. Это способы доставки гена. Ну, с помощью вируса, это я даю обзоры, где подробно о каждом из этих способов сказано. С помощью вируса, электропарация, то, что, в общем, известно, сфокусированный ультразвук, вот работа с 17-го года, и лазерная фотоаппарация, то, что мы сейчас пытаемся делать совместно с лабораторией Наточенко в Институте химической физики. Тогда не нужен вирус, а можно просто лазером, светом доставить ген в клетку. Ну, это, так сказать, как говорится, съест-то он съест, да кто же ему даст? Понимаете, съест-то он хорошо бы хорошо, да еще далеко, на самом деле, до этого. Хотя мы мечтаем об этом. Потому что, конечно, избавиться от вируса было бы замечательно. Итак, вирусный носитель. От вируса пока никуда не деться. Требования. Низкая мутагенность, иммуногенность, нейротропизм, низкий потенциал рекомбинаций. И вот возможные вирусные векторы. Ну, вот я красным светом выделил аденоассоциированный вирус, который реально разрешенно используется в клинике сегодня. Это может быть в принципе аденовирус, лентивирус, вирус простого герпеса. Все это обсуждается в литературе, но все сходятся на сегодняшний день, что это должен быть аденоассоциированный вирус, которых 9 или 11 стеротипов. Это тоже отдельная еще проблема, но она решаема. Итак, вот этот аденоассоциированный вирус используется как вирусный вектор для генной терапии не только в офтальмологии. Не только в офтальмологии. Способен инфицировать делящиеся, неделящиеся клетки и встраиваться в геном хозяина. Вызывает слабо иммунный ответ, поскольку не патогенен для человека. Но если превысить некую дозу, некий титр, то тоже ничего хорошего. Не способен реплицироваться. Для размножения ему требуется вспомогательный вирус, как правило, аденовирус. Описано, как я сказал, несколько стеротипов, которые отличаются рецепторами, с которыми он связывается. И для сетчатки, глаза, мыши и обезьяны, как сейчас показано, стеротипы разные. Поэтому для человека это должен быть, наверное, такой же стеротип, как для обезьяны. Ну и вот я выделил красным, что принципиально важно, что показана безопасность и эффективность векторов на основе аденоассоциированного вируса при генной терапии дегенеративного заболевания сетчатки. Это конкретная, так называемая, болезнь Лебера. И уже много работ с отдаленными клиническими результатами очень-очень благополучных. Очень благополучно. Вопрос-то о том, сколько клеток будет инфицировано. Это важный вопрос, поскольку это проблема с чувствительностью и так далее. Значит, как я сказал, сетчатка содержит около 1,2 млн. гиглиозных клеток. При этом в макулярной области эти клетки расположены в несколько слоев. При электронном протезировании чипы для сетчатки содержат всего от нескольких десятков до нескольких сотен электродов. То есть, то, что я говорил вначале. Электрическая стимуляция индивидуальных клеток в макуле в принципе невозможна, поскольку электрод лежит на сетчатке. Ну и острота зрения достаточно низкая. Оптогенетическое протезирование по сравнению с электронным. Экспрессия гена канального родопсина в гонглиозных клетках в сетчатке обезьяны, мартышки. Это вот работа из лаборатории ПЭНа, как раз довольно старая. Порядка 10%. Это работа 2010 года. И это явно не предел. То есть, 10% это уже 120 тысяч клеток. А не сотня клеток. И возможно при этом фотостимуляция индивидуальных гонглиозных клеток, в том числе в макулярной области. То есть, в этом смысле, конечно, оптогенетика предпочтительнее. Вот очень острая проблема – это промоутера. Эффективный и специфичный для определенных клеток промоутер принципиально важен для успешного оптогенетического протезирования дегенеративной сетчатки. Как я сказал, вот для биполяров, например, для ООН есть, для ООВ нет. Вот я показываю картинку, которая только что, вот буквально совсем свежая работа. Это французы, группа Делькара. Сравнение двух промоутеров. Вот этот вот, с одной стороны, это вот известный классический цитомегаловирус, и с другой стороны, это гамма-синуклеи, синуклеиновый ген, вот SNGN. Ну и вот видите, какая разительная картинка, насколько вот этот справа, на кого справа промоутер более эффективен по сравнению с промоутером цитомегаловируса. То есть это, то есть работать и работать в этом направлении нужно. Это просто картинка того, как это важно и принципиально. Вот картинка, которую мне любезно предоставили Малышев и Балабан. Это вот промоутер, известный совершенно промоутер для глютаматергетических нейронов. И вот здесь показана флюоресценция вот этого белка, флюоресирующего, в ганглиозных клетках сетчатки мыши. Каждая светящаяся зеленая точка это ганглиозная клетка. Но вот вы видите, это аденоассоциированный вирус и вот этот промоутер. Видите, достаточно много. Я не говорю там о 100%, и не могу сказать 10% это или 20%, но я могу сказать, что много. Больше, чем если было бы электронное эпатезирование. Наверняка. Итак, располагая возможностью доставки с помощью аденоассоциированного вируса генов катионного и анионного канальных акадапсинов в большую популяцию ганглиозных клеток дегенеративной сетчатки становится реальным в создании эффективного он-офрецептивного поля этих клеток и восстановление, но я здесь в скобках написал неясно в какой степени, восстановление зрительных функций. То есть проблема сделать он-офрецептивное поле для ганглиозных клеток, ежели мы протезируем ганглиозные клетки. Вот опыты на обезьянах из той же французской группы. Просто я хочу подчеркнуть ту простую мысль, что вот в зависимости от промоутера, ну и вот классические катионные каналы аденовирус, дозы света, и они специально об этом пишут и смотрели, они на уровне освещенности в помещении. То есть это принципиально важно с точки зрения предотвратить опасность фотоповреждений. Ну и вот о клинических испытаниях, о которых я уже говорил. Это вот группа ПЭНа. Они не закончены, и поэтому трудно сказать, чем они сейчас закончатся. Итак, восстановление зрения – первое, наиболее реальное и ближайшее применение методов оптогенетики в клинической практике. Конечно, сейчас делаются большие успехи надежды на эпилепсию и парфенционизм, но, как мне представляется, и не только мне, всё-таки в офтальмологии вот здесь будет первый прорыв. гонглиозные клетки дегенеративной сетчатки наиболее надёжны для оптогенетического протезирования. Катионные и анионные канальные радопсины, хлорофитовых и криптофитовых одноклеточных водорослей наиболее реальные на сегодняшний день инструменты для оптогенетического протезирования гонглиозных клеток, то, о чём я уже говорил, и над чём мы сейчас работаем. Насущные задачи. Оптимизация параметров катионных и анионных канальных радопсинов, это светочувствительность, проводимость, времена жизни, спектропроглощение, всё это современная биоинженерия способна делать. Повышение уровня экспрессии генов канальных радопсинов клетки. Это проблема, которая решается и должна быть решена, но это головная боль, как говорится. Поиск специфичных промоутеров для субпопуляции он-офф и он-офф гонглиозных клеток эта проблема не остаётся. Аденоассоциированный вирус единственный приемлемый на сегодняшний день вектор для доставки гена к нервным клеткам сетчатки. Он должен быть сопряжён со специфичным для данного нейрона промоутером. Это проблема. Вслед за восстановлением монохроматического зрения используя спектрально отличающиеся канальные радопсины представляется возможным восстановление и цветового зрения. И это, в общем, уже как бы, на мой взгляд, дело техники, поскольку получить спектр и поглощение в разных областях сейчас вполне доступно. А что такое цветовое зрение? Это трёх- или четырёхкомпонентное смешение цветов. Авторы клинических испытаний, я об этом уже говорил, полагают, вот эта вот группа ПЭНа, это хорошие физиологи в области зрения, физиологии зрения, полагают, что пациенты в случае успеха оптогенетического протезирования ганглиозных клеток смогут увидеть предметы стол и стол. И последнее, очень важное на самом деле. Опыты на животных не позволяют оценить качество восстановленного зрения. Поэтому я написал перед этим, что, так сказать, ещё неизвестно, как это в реальности получится. Однако успехи в электронном протезировании дегенеративной сетчатки, вот эта система АРУС-2, свидетельствуют о поясине безграничной пластичности мозга и возможности восстановления зрительных функций. Поэтому протезирование ганглиозных клеток, на наш взгляд, более чем перспективно. Вот основные участники этого проекта. Это наша лаборатория, это группа Пичникова, Долгих, Некрасова, Петровская лада, которая будет сегодня докладывать, и Институт высшей нервной деятельности Павел Милославович Балабан, Алексей Малышев, который тоже будет докладывать о деталях того, что мы делаем в рамках большого нашего проекта Рощин и Семирнова из этого института. Спасибо за внимание. Спасибо. У нас есть несколько минут на вопросы, если у кого-то есть вопрос, пожалуйста, Алексей. Я не слышу, только погромче. Вопрос следующий. Вы могли бы сказать преимущество данного метода по сравнению... Микрофон возьмите. Преимущество метода. Сейчас, сейчас, сейчас. Алло. Значит, извините, тут акустика недостаточно хороша, чтобы вот так вот с места говорить. Значит, вопрос по поводу преимуществ данного метода использования оптогенетики по сравнению с восстановлением сетчатки, с использованием индуцированных плюропатентных столовых клеток. Могли бы вы прокомментировать вот это? Я не вижу больших преимуществ оптогенетики в этой ситуации. Если удастся действительно, реально, с помощью стволовых плюропатентных клеток восстановить зрительные клетки, это будет замечательно. Я не вижу здесь как бы противоречия. Это не то, что или-или, это и-и, вот так бы я сказал. Когда я говорю, я сравниваю, вот когда я сравниваю электронное протезирование с оптогенетикой, вот тут я отдаю преимущество оптогенетике. А когда речь идет о регенеративной медицине, как сейчас говорят, да, конечно, было бы замечательно. Ну, и тогда сразу второй вопрос. Вот Вы говорите, что можно сделать чинлородопсины с различными спектральными характеристиками по, ну, скажем, активации, то, возможно, вот это направление, оно позволило бы не только протезировать, но и расширить спектральный диапазон зрения, который, ну, там, человек мог бы улучшать с качества своего зрения, даже здоровый. Отвечаю, отвечаю. Оно, конечно, можно сделать много, то есть, конечно, можно сделать родопсины, чинлородопсис, и сейчас есть такие работы, делают там красный, синий, зеленый, дают белый свет, и повышается чувствительность, есть такая работа. Но с точки зрения физиологии, я бы вот что хотел сказать. В ультрафиолете нам, не дай бог, не нужно. В инфракрасном нам тоже не нужно, потому что за шумом собственной крови мы ничего не увидим. Что касается, так сказать, качества цветового зрения, то хорошо известно, что там черепахи, и змеи, и птицы, у них там 4 рецепта, это не трёх, а четырёхкомпонентное зрение. То есть, в этом смысле, конечно, можно улучшить человеческое трёхкомпонентное зрение, сделав его четырёх или пяти компонентом, но это в рамках видимой области. Понятно. Пожалуйста, у кого ещё есть вопросы? Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, вот на одном из слайдов там было то, что промотор гамма-синуклеина работает лучше, чем промотор цитомегавируса. А в каких это? В он или офф ганглиозных клетках? Нет, это не относится к он и офф ганглиозным клеткам. Эта работа, это Далькар и компания на биполярных клетках сделали. И там нет этой проблемы он-офф рецептивного поля. Просто они показали, что этот промотор, он даёт лучшую экспрессию, ну, больше клеток экспрессировано, биполярных. И поэтому чувствительность сетчатки, это было сделано на обезьянах, сначала это было сделано на мышах, а потом они это сделали на обезьянах, что чувствительность, световая чувствительность существенно выше, чем с другим промотором. Это борьба за повышение чувствительности сетчатки к свету. Понятно, да? Потому что у нас пороговое зрение, палочковое, оно же очень понятно, да? А проблема фотоповреждения известна точно, какие, так сказать, интенсивности света становятся опасны. И вот надо быть существенно ниже этого порога. Понятно? Давайте, да. Аркадь, скажите, пожалуйста, макулярная дистрофия, она про... Макулярная дистрофия... Макулярная дистрофия, там поражается ведь только центральное зрение, периферическое зрение при этом сохраняется при макулярной дистрофии. Или все-таки после повреждения макулярной зоны начинает дегенерировать и периферическое сетчатки. Таки да. Повреждается. Спасибо еще раз. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok